В среду вечером я вернулся из Мельбурна, где выступал с различными лекциями в рамках празднования Весака. Это было моим последним заданием на месяц Весака в этом году. Я провел множество лекций в Мельбурне, и сегодня я хотел бы поговорить на ту же тему, которую обсудил там. Потому что это была очень полезная и важная лекция. И эта тема очень актуальна для большинства людей, особенно в наше время. Речь пойдет о страхе. Он является серьезной причиной страданий. Страх портит наше здоровье, мешает нам быть успешными и не дает погрузиться в глубокую медитацию, нарушая наш покой. Это такая бесполезная, но в то же время очень распространенная эмоция в нашем разуме. Хорошо понимать, откуда она берется и как ее преодолеть, чтобы в вашей жизни было все меньше и меньше страха. А когда в вашей жизни уменьшится страх, вы обнаружите, что станете гораздо более спокойными и счастливыми. Вы сможете завязывать прочные отношения с окружающими, а также погрузиться в глубокую медитацию и достичь просветления. Страх — огромная проблема в нашем современном мире. И вместо того, чтобы помогать от него избавиться, наша культура, наоборот, его поощряет. Мы ходим в кино, на фильмы, где получаем кайф от страха. Будь то фильмы о призраках или, как я сегодня увидел в газете, о вампирах. Мы с удовольствием смотрим на то, что нас пугает. Почему же так получается, что мы становимся жертвами страха? И этот страх нам потом создает огромные жизненные проблемы. Однако давайте сначала разберемся, чем же является страх на самом деле. Хочу вам об этом рассказать одну очень важную историю. Она сразу же пришла мне на ум, когда я сегодня возвращался в Перд в очень плохую ветреную погоду. Эта старая история принадлежит Перу очень известного и мудрого британского философа, который жил около ста лет назад. Я не совсем уверен, сколько из вас интересуются философией, но он был одним из тех философов, работа которого, как мне кажется, должен прочесть каждый. Он не прибегал к громким словам, но его учение было очень глубоким, и звали его Винни-Пух. Ведь для того, чтобы философия была действительно полезной, каждый должен быть в состоянии ее понять, даже дети. И так Винни-Пух жил со своим другом Пятачком. А Пятачок был очень маленьким существом, очень добрым и верным. Но будучи очень маленьким, он часто испытывал страх. И вот однажды Пятачок и Винни-Пух возвращались из дома кролика в такой ураган, как был сегодня и вчера у нас. Когда они шли через лес, вокруг них валились деревья. Ветки падали на землю, и даже целые деревья вырывались с корнем и рушились. Это было очень опасно. Настолько опасно и страшно, что маленький Пятачок больше не мог этого вынести. Он замер, посмотрел на своего лучшего друга Винни-Пуха и сказал такие слова. «Я больше не могу идти. Я просто не могу. А что если... Что если дерево упадет прямо на нас? Это было возможно. И на секунду, но только на секунду, великий философ и просвещенный медвежонок Винни-Пух тоже испугался. Но лишь на секунду. А потом в нем проснулась мудрость. Он посмотрел на своего до смерти испуганного друга и ответил ему следующими успокаивающими словами. «А что если дерево не упадет прямо на нас?» Это было так же возможно. Более того, это было намного вероятнее. Это стало ключом к преодолению страха маленького Пятачка, чтобы он смог двигаться дальше, успокаивая себя мыслью, «А что если дерево не упадет прямо на нас?» Именно так и произошло. И они смогли благополучно вернуться домой. Если вы проанализируете их диалог, то всего в нескольких предложениях автор Винни-Пуха описал природу страха, а также его противоядие. В основе страха всегда лежит «А что если?», за которым следует что-то негативное, нечто ужасное, что может с нами случиться, и что является возможным, но в большинстве случаев маловероятным. А противоядием от страха является также «А что если?», за которым следует что-то позитивное, что-то хорошее. Подобный позитивный сценарий будущего является более вероятным. Кроме того, как только вы поймете природу страха, вы заметите, что думая о чем-то негативном, мы склонны притягивать этот негативный исход. Мы боимся, что это произойдет, и тем самым заставляем это произойти. Следующая история запомнилась мне еще с детства. Я был ребенком и умолял отца купить мне велосипед. И вот он накопил деньги и подарил мне его, кажется, на день рождения или Рождество. Не помню точно. Это был первый велосипед в моей жизни. Разумеется, будучи ребенком и не имея опыта, когда я сел на велосипед, то стал все время падать. Я не мог понять, почему я постоянно падаю, пока не посмотрел на свои руки. Я сжимал руль с таким страхом, что у меня побелели костяшки пальцев. Я очень боялся упасть, и мое тело было невероятно напряженным. Так как я был настолько скован и держался слишком крепко, всякий раз, когда велосипед отклонялся влево, я не мог его выровнять. Мое тело было слишком напряженным, чтобы двигаться и приспосабливаться, поэтому я постоянно падал. Именно страх провоцировал это. И только позже, когда я просто расслабился, я обнаружил, что могу держаться на велосипеде с большей легкостью. На самом деле, действительно, расслабившись, вы ни разу не упадете. Это показало мне, что именно страх был причиной того, что я постоянно падал. Мой страх и мысли «А что, если я упаду?» провоцировали эти падения. Но когда я изменил ход мысли и начал думать, «А что будет, если я не упаду?» Тогда я смог расслабиться и удержаться на велосипеде. Часто так бывает и в жизни. Мы чего-то боимся, тем самым провоцируя в себе негативный настрой. И это порождает карму, которая приводит к осуществлению нашего страха. У людей, которые боятся заболеть раком, страх вызывает напряжение и зажатость тела и разума, что является одной из сопутствующих причин возникновения рака. Вы нервничаете и не можете расслабиться и получить удовольствие. А мы все знаем, что многие виды рака вызываются именно стрессом. Если по дороге домой вы переживаете, что можете попасть в аварию за плохой погодой, ваш страх способен вызвать такое напряжение, что вы будете не в состоянии адекватно реагировать. Например, когда перед вами окажется машина, вы резко затормозите или же вдавите педаль газа в пол. И тогда случаются аварии. Вы сами знаете, что такое часто бывает. Именно страх создает проблемы в будущем. Вы также, возможно, замечали, что некоторые люди просто счастливчики. Они всегда так позитивны, и кажется, что с ними никогда ничего не случается. Почему так? Отсутствие страха создает положительные результаты, к которым мы стремимся. Страх сам по себе приводит к большей вероятности того, что может произойти что-то плохое. Попробуйте это протестировать на себе. Знаете, большое количество людей приходит ко мне за консультацией по вопросам брака. И иногда я все еще протестую. Почему вы приходите к монаху с семейными проблемами? Я ведь монах. Вы знаете, кто такие монахи? Мы не женимся. У нас нет партнера. Мы соблюдаем целебат. Однако люди все равно обращаются к монахам, потому что мы понимаем, как работают ум и эмоции, и что требуется, чтобы люди могли жить вместе. И мы знаем, что происходит, когда вы приносите в отношения страх. Страх, что этот человек вас бросит, изменит вам, или что он уже изменяет, и у него есть любовница или мальчишка для забав. Не знаю. Не знаю, почему есть мальчишки для забав, но не девчонки. Может быть, нам следует привнести гендерное равенство в эти формулировки и назвать так и любовниц. Но как бы то ни было, когда человек так боится, из-за этого страха, у него в свою очередь возникает ужасный недостаток доверия. А без доверия не может быть хороших отношений. Уверен, что многим из вас знакомы такие отношения, где вовсе нет доверия или его просто не хватает. А почему нет полного доверия? Потому что есть ужасный страх. Мы боимся, что брак или отношения закончатся, и поэтому мы не можем полностью довериться партнеру. И поскольку мы не доверяем, мы сами провоцируем конец отношений. Мы становимся заложниками этого негативного цикла, и тогда то, чего мы боимся, может действительно произойти. На примере отношений можно замечательно раскрыть тему страха, ведь большая часть жизни — это и есть отношения. Как я уже учил здесь. Страх, который мы испытываем, мешает нам расслабиться и наслаждаться жизнью. Разумеется, никому не нравится быть рядом с человеком, который не получает удовольствие от жизни. Никто не любит нытиков. А люди, которые не умеют расслабляться и наслаждаться жизнью, иногда именно такими и являются. Поэтому даже когда я преподаю монахам в монастыре, я всегда стараюсь побудить их расслабляться и не бояться. Ведь мы должны соблюдать столько правил, нам столько всего нужно выполнять, а от нас ожидается, что мы будем лидерами и примерами для подражания. Кого-то это может испугать, однако, если вы боитесь, если вы очень напряжены, то вы никак не сможете вдохновлять людей. Поэтому даже будучи монахом, вы должны научиться расслабляться и преодолевать страх. Это стало большой частью и моей жизни, ведь говорят, что самое страшное — это публичное выступление, особенно когда на вас направлена камера и видео транслируется в интернет, на YouTube. Более 50 тысяч людей будут слушать это выступление по всему миру, а если я совершу какую-нибудь глупость, тогда уже наверняка более 100 тысяч людей захотят посмотреть. Так стоит ли бояться, что вы напортачите? Когда вы боитесь, что сделаете глупость, вы напрягаетесь, и именно поэтому вы глупите и совершаете ошибки. Всем известно, что если вы напряжены, вы склонны ошибаться, а когда вы расслаблены, все идет гладко. Поэтому я знаю, что моим самым большим врагом во время публичных выступлений является сам страх. Вот почему я просто расслабляюсь. Вы все знаете, что я никогда не планирую, о чем я буду говорить. На сегодня я запланировал тему лекции, но это все. Я не обдумал, о чем именно я буду рассказывать. Я так делаю уже много лет. На самом деле, именно так меня учил мой учитель Аджан-Ча. Он научил меня преодолевать страх. Представьте себе ситуацию. Это было в феврале, а на тот момент я был монахом всего 4 года, и тогда проходил второй по величине фестиваль во всем буддийском календаре в Таиланде. Февральское полнолуние, Макха-Пуджа. По важности его превосходит только Висак. И вот вместе с другими учениками моего учителя Аджана-Ча мы отправились в его монастырь в Ат-Пах-Понг. Там было, наверное, около 5 или 6 тысяч человек, мирян, и все монахи там тоже присутствовали. А вечером после песнопений пришло время речи, проповеди. И я с нетерпением ждал, когда Аджан-Ча скажет что-нибудь вдохновляющее. Однако он не всегда выступал с речью сам. Иногда он просил это сделать своего второго или третьего монаха. Он также мог попросить абсолютно любого из монахов выступить с речью, и это было страшно. Он проводил взглядом по линии монахов, где их стояло примерно 100-150 человек. И если его глаза останавливались на вас, тогда у вас были неприятности. Серьезные. Я хорошо помню тот момент. Его взгляд прошел по ряду, мимо всех мудрых старших монахов, которые могли давать очень хорошие лекции, и дошел до меня. И прошел мимо. Фух. Это было таким облегчением, что он выберет кого-то ниже меня, кого-то, кто говорит по-тайски, ведь речь должна была быть на тайском. Но потом его взгляд остановился и пошел в обратную сторону. Он был садистом. И, наконец, его глаза остановились на мне. Брамавамсо. Говорить будешь ты. Я был монахом всего 4 года, и должен был говорить по такому огромному поводу перед шестью или семью тысячами тайцев. В начале моего рассказа их было шесть тысяч, сейчас уже семь. Во время выступлений с речью тоже путаются факты. Там были все старшие монахи, а также мой учитель. Как бы вы себя чувствовали на моем месте? Я был просто вынужден подняться и произнести речь на тайском языке. Не имело значения, что из этого получится, потому что единственной целью этого было научить нас преодолевать свой страх. Проводить лекции на английском непросто, но говорить на тайском в течение часа, пробыв в Таиланде всего 4 года, еще и перед такой огромной аудиторией, тяжелая задача. Однако еще труднее пришлось другому монаху, Аджану Суметхо. Он приедет к нам в декабре на встречу всех старших монахов в нашей традиции. Так вот, его тоже попросили выступить с речью, но не по такому большому поводу, в рамках еженедельных лекций для мирян, которые остановились в монастыре на ночь. Так что он провел неплохую лекцию на тайском языке. Однако выступать с речью на неродном языке сложно. Иногда вы говорите не то слово, и люди смеются, но вы не понимаете, что сказали. А когда узнаете, вам очень стыдно. После того, как Аджан Суметхо провел часовую лекцию, он хотел закончить и сесть на место, но Аджан Ча сказал «Еще час». Тем самым приказывая ему еще час говорить на тайском языке. Это очень непросто. И в итоге он повторялся, рассказывая одни и те же истории. Я тоже рассказываю одни и те же истории, но обычно я делаю между ними двух-трехнедельный перерыв. Именно поэтому я больше всего люблю разговаривать с пожилыми людьми, у которых уже не очень хорошая память. Потому что они всегда могут посмеяться над моими шутками, даже если это одна и та же шутка каждую неделю. Итак, Аджана Суметхо пришлось говорить второй час, и в конце он сказал «На сегодня лекция окончена». Но Аджан Ча поднялся и крикнул «Еще час!» И в этот момент многие люди встали и ушли. Очень неловко, когда вы читаете лекцию, а люди уходят. Но у него не было выбора, он должен был продолжать выступление. В его речи, естественно, уже было много пауз и тишины, так как ему нужно было думать, о чем еще можно поговорить и как это правильно сделать. Наконец, он закончил третий час лекции. К тому времени многие люди ушли, а у тех, кто остался, были закрытые глаза, и они храпели. Они его не слушали. Но когда Суметхо закончил третий час, Аджан Ча снова сказал «Хорошо, еще час!» Бедному монаху пришлось говорить еще час. Это худшая лекция, которую себе только можно представить. Он что-то тихо бормотал, чтобы заполнить тишину, а все слушатели уже ушли, кроме самого Аджана Ча. И тот, наконец-то, спустя четыре часа отпустил его. Аджан Суметхо потом сказал, что после этого опыта он больше никогда не боялся проводить лекции. Он испытал на себе наихудшую реакцию аудитории, и это не имело значения. Вот как можно научиться выступать на публике. Просто добейтесь от аудитории самой худшей реакции, и тогда вам уже будет все равно. Вы продолжите говорить, и какая разница, если все уйдут? Потому что именно страх все ухудшает и портит. Поэтому один из лучших способов преодолевания страха это всегда иметь позитивный настрой. А что, если ничего плохого не случится? Сколько из вас боятся потерять работу из-за экономического кризиса? Будьте осторожны, потому что если вы будете так думать, вы уничтожите свою карьеру. Когда вы постоянно думаете, что вас могут уволить, происходит следующее. Вы так боитесь, не доверяете другим людям и находитесь в таком напряжении, что не способны хорошо справляться с работой. Вы перестаете доверять своим коллегам, и тогда они думают, он не ладит с коллективом, он плохо работает в команде. Когда вы испытываете страх, у вас обычно портятся отношения. Вы перестаете хорошо работать, и с вами неприятно общаться. Вы слишком боитесь, поэтому не можете расслабиться и качественно выполнять задачи. И тогда вы теряете работу. Вы должны понимать, в чем опасность страха. Вы поймете, что если вы действительно хотите быть успешным и счастливым человеком, лучше всего будет просто перестать бояться. Делайте все по мере своих сил и всегда смотрите в будущее с оптимизмом. Вместо «а что если», за которым следует что-то негативное, думайте «а что будет, если», за которым последует что-то позитивное. Это позволит вам расслабиться. Потому что именно страх приводит к тому, что мы становимся помешанными на контроле. Мы стремимся к контролю именно из-за него. Я знаю, что многие люди любят все контролировать. Они обладают большой силой воли лишь из-за того, что в прошлом у них был очень болезненный опыт. Им пришлось пройти через страдания. Поэтому они думают, что единственный способ защитить себя и убедиться, что этого больше не случится, это держать все под контролем. В них столько страха, что они стремятся все распланировать и просчитать. Они разрабатывают план А, план Б и так далее, потому что они не хотят, чтобы им снова причинили боль. Поэтому они вступают в отношения, имея план А, Б, В, множество планов. Они открывают бизнес, разработав планы от А до Я, а затем переходят к греческому алфавиту, план Альфа и Бета. Они так помешаны на контроле. Уверен, что вы встречались с такими людьми. Они просто заноза в заднице. Вы сами знаете. А им ведь не обязательно быть такими. Они создают проблемы в нашем мире. Быть помешанным на контроле означает, что вы не способны плыть по течению, подстраиваться под ситуации и просто адаптироваться. Я часто замечал, что никакие планы, даже если вы их наметили 10 штук, не соответствуют действительности. Ни один из них. Нам действительно не стоит иметь планов. Я недавно обсуждал политические кризисы в нашем мире. Это произошло во время моего пребывания в Мельбурне, потому что там мне задали об этом вопрос. Большинство политических кризисов происходит, потому что вся система несовершенна. И она несовершенна из-за вас. Из-за того, как вы выбираете политиков. Вы выбираете политиков, исходя из того, что они обещают сделать в будущем. Знаете, я достаточно хорошо понимаю этот мир. Я никогда не стану критиковать политиков любой партии за то, что они не выполняют своих обещаний. Я могу винить их только за то, что они изначально дают такие обещания. Как можно обещать сделать то-то или то-то, если вы понятия не имеете, что произойдет в ближайшие полгода или год? Мы не знаем, что будет с изменением климата, экономикой, войнами. Возможно, случится эпидемия свиного гриппа или еще что-нибудь. Мы уже столкнулись с коровьим бешенством, а теперь у нас свиной грипп. А дальше, может быть, не знаю, лошадиная чума или что-то собачье. Мы не знаем, что произойдет дальше. Всем нам хватает жизненного опыта, чтобы понимать, что все это случается совершенно неожиданно, как снег на голову. Так как можно давать обещания, когда вы не знаете, что будет дальше? Вы не знаете, как сложится ситуация. Поэтому избирать политиков, исходя из их обещаний, а затем осуждать их, потому что обещания не были выполнены, глупо. Никогда не стоит избирать политиков по их обещаниям. Нужно избирать политиков и правительства, исходя из их прошлого поведения. Не потому, что они обещают в будущем, а потому, что они сделали в прошлом, по их компетентности, по их послужному списку. Когда вы устраиваетесь на работу, разве главным критерием отбора не является именно то, чего вы добились в прошлом, а не то, что вы обещаете сделать для этой компании в будущем? Так почему же мы относимся к политикам иначе? Вся проблема в том, что они строят различные планы, а в результате у них ничего не получается. Так что просто не стройте планов. Разве не было бы так замечательно быть бесстрашными и не помешанными на контроле? Смотреть будущее, не разрабатывая все эти планы А, Б и В. Я сам постоянно так делаю. Когда я еду за границу или, например, в Мельбурн, я понятия не имею, о чем я буду говорить. А у меня запланирована куча лекций на целый день перед сотнями людей. Я просто поднимаюсь на сцену и начинаю. Я помню одно такое выступление. Это была как раз лекция о страхе. Я шел к сцене вместе с президентом буддийского сообщества Виктории и начал думать, о чем мне сегодня говорить всего за несколько секунд до выступления. И сразу решил, что поговорю о страхе. А потом просто поднялся и сделал это. Безо всяких планов. Так выходит даже намного лучше. То же самое происходит, когда вы летите за границу или путешествуете по всей стране. Вам нужно лететь на самолете, и вы уже строите планы на тот случай, если рейс задержат. Сегодня здесь много шри-ланкийцев. И я знаю, что когда вы опаздываете, вы называете это просто шри-ланкийским временем. А когда опаздывают тайцы, это называется тайским временем. А теперь мы выделяем и вид времени для австралийских авиалиний, так называемое время Квантос. Оно всегда опаздывает на полчаса, по крайней мере, по моему опыту. Но в любом случае, зачем нам вообще строить всевозможные планы? На случай, что произойдет или это, или это, разве нельзя просто приспосабливаться к жизни по мере того, как она происходит? Я сам не испытываю страха по той причине, что хорошо знаю, что мне нужно делать. Единственный план, который я для себя разработал, это быть добрым. В этом мой план. А, Б, В, Г, Д и аж до самого конца алфавита. Просто быть добрым. И это замечательно, когда это все, к чему вы готовитесь, к доброте. Например, когда вы идете на собеседование по поводу работы, просто проявите доброту. Если идете на регистрацию на рейс, будьте добрыми. Вам предстоит провести лекцию, будьте добры. Даже если вам нужно поговорить с кем-то, кто склонен к суициду и собирается совершить самоубийство. Разговор с вами – их последняя надежда. И если вы сделаете что-то не так, они покончат с собой. Я был в такой ситуации не раз. И что же я тогда делаю? Просто проявляю доброту. Когда у вас такой настрой, это значит, что вы готовы к любой непредвиденной ситуации в будущем. Однако, помимо доброты, я добавляю еще одну прекрасную вещь – веселье. Я монах, любящий веселье. Поэтому, что бы я ни делал, я стараюсь привнести в это веселье. Например, одной из самых страшных вещей, которую мне довелось делать, было выступление на телевидении в прямом эфире. Оно транслировалось на всю страну. Ведь оказывается, когда кто-то совершает какую-нибудь глупость на телевидении, это попадает в подборку неудачных дублей. А ваши друзья потом это снова и снова будут пересматривать. Представьте себе, что вы сказали какую-нибудь глупость или каким-то образом опозорились по телевизору. Вот почему люди этого боятся. А боюсь ли я? Нет. Ведь это замечательно, потому что я смотрю на возможные сценарии того, что может случиться. Я мог бы подумать, а что если... за которым идет что-то негативное. Но я думаю, а что если... после которого всегда идет что-то позитивное. Если я выставляю себя полным идиотом на публике, замечательно, тогда я смогу отдохнуть. Мне больше не нужно будет постоянно куда-то ездить и проводить лекции. Я смогу обрести покой в своей жизни. Пару недель назад, когда я ездил в Таиланд, там бушевал свиной гриб. Многие говорили мне, Аджанбрам, вам не стоит путешествовать. В Таиланде свиной гриб. А у них много свиней. А я ответил, Нет, я поеду. Ведь если я заболею свиным гриппом, то по возвращению в Австралию меня отправят на карантин. Так что... это будет... ретрит. Дополнительный ретрит для меня. У меня будет своя комната, трехразовое питание, хорошая кровать. Не на полу. И никто не сможет задавать мне вопросы или звонить, когда что-то пойдет не так в буддийском сообществе или еще где-то. Будет просто замечательно, если я заболею свиным гриппом на неделю или на парочку. А если не заболею, прекрасно, я здоров, поэтому я вовсе не боялся. Хочу рассказать вам об одном из наших монахов, который умер около года назад. Он был главным священником Малайзии, доктор Шрид Хаммананда. В нашей библиотеке есть несколько его книг, например, «Как жить без страха и беспокойства». Это одна из его знаменитых книг. Несложно написать об этом книгу, не так ли? Но можете ли вы это сделать? Когда у него обнаружили неизлечимый рак, его врач сказал, что он впервые встретил человека, который, услышав такую новость, разразился смехом. Вот это настоящий монах. Смогли бы вы так? Смогли бы вы рассмеяться, если бы врач сказал, что у вас рак груди, обе молочные железы надо удалить, или у вас рак мозга, мозг тоже нужно удалить. Я бы хотел, чтобы это было возможно, тогда нам не пришлось бы так много думать, и медитировать было бы намного легче. Нет, нет, я просто шучу. Однако вы могли бы рассмеяться и подумать, «Ух ты, здорово! Мне не придется жить в доме престарелых». Кто-то здесь когда-то бывал в доме престарелых, хотели бы туда попасть. Итак, у вас рак. Ура! Никакого дома престарелых. В любом событии всегда есть положительная сторона. Если концентрироваться именно на ней и помещать что-то позитивное после «А что будет, если?», что случится со страхом? Чего вообще тогда бояться? Мы все умрем. Лучше покончить с этим раньше, чем позже. Одной проблемой меньше. Все дети боятся экзаменов и тестов в школе. Я тоже боялся их провалить, будучи школьником. А вы боитесь? Я боялся, пока не осознал, что каждая успешная сдача экзамена означает, что в следующем году тебе придется их сдавать снова. Но как только ты их проваливаешь, больше никакой школы. Так почему же вы боитесь? Сдадите экзамены – отлично. Родители будут гордиться вами. А если вы их провалите – класс! Вам больше не придется ходить в школу. Наконец-то свобода! Так что слишком часто люди, думая о будущем, вкладывают в него что-то негативное. В этом причина, почему мы испытываем страх. Однако не ведитесь на религии, которые говорят, если вы не внесете вклад в ящик для пожертвований, вы попадете в ад. В ад для скупердяев, где вы никогда не получите то, что вам нужно. Например, в таком аду есть туалеты, но туалетная бумага всегда кончается. Вы стучите в дверь и просите, не могли бы вы принести туалетную бумагу? А в ответ слышите – нет. Со мной такое уже случалось. Я зашел в туалет и не заметил, что там нет бумаги. Надо быть внимательнее. Потом я увидел, что рулона нет. Я никак не могу позаботиться о своей задней части. Можете принести туалетную бумагу? К счастью, мне всегда кто-нибудь ее подавал. Однако в ад у скупердяев случается разное. Так что будьте осторожны. Именно так работает внушение страха, не так ли? Если вы не выполните что-то или сделаете это или это, с вами случится что-то плохое. Почему люди живут с этим страхом? Он лишь привносит тревожность в их жизни. И именно потому, что вас так запугивали в детстве, вы выросли очень тревожными людьми. Это означает, что вы хотите все контролировать. Потому что думаете, если я отпущу ситуацию, случится что-то ужасное. Однако ничего ужасного не случится. Вы отлично проведете время. А вот если вы не сможете расслабиться, много ужасных вещей могут произойти. Вы будете находиться в постоянном стрессе и умрете молодыми. Вы не сможете иметь отношения, не будете способны качественно работать. Вы не будете счастливы. Вы не можете быть собой, когда боитесь. Так что такое воспитание совершенно нецелесообразно. Поэтому важно преодолеть страх. А религиям вовсе не стоит его поощрять. К счастью, буддизм страх не поощряет. Мы не говорим, что если ты сделаешь что-то не так, то с тобой случится что-то плохое. Когда вы делаете что-то не так, жизнь становится только интереснее. Как я люблю говорить, у вас просто будет больше дерьма, которое можно прикопать под ваше манговое дерево, когда вы совершили ошибку. И с этим всегда можно что-то сделать, независимо от того, что именно случилось. В буддизме не существует наказания. А раз его нет в буддизме, то чего же вы боитесь? Всегда можно что-то сделать, что бы ни случилось. Нет такого понятия, как неправильный выбор. Это еще одно блестящее прозрение, которое со мной произошло в юности. Не бывает неправильного выбора. Так почему же вы боитесь принимать решения? Просто сделайте выбор и живите с ним. Потому что все эти решения, о которых мы так сильно беспокоимся, например, стоит ли мне встречаться с этой девушкой или с другой, это было совершенно неважно, я стал монахом. Все мои решения насчет того, какой предмет мне изучать, также не имели значения. И решения о том, стоит ли мне потратить деньги или сэкономить, оказались абсолютно несущественными. Так что все эти решения, о которых вы беспокоитесь, не имеют никакого значения. Поэтому просто выберите что-то и живите с этим. И какой бы выбор вы ни сделали насчет своей карьеры, партнера или чего-то еще, если вы захотели жениться, вперед! В каждой ситуации можно добиться успеха, если у вас в сердце есть харма. Не знаете, на какую работу лучше устроиться? Это не имеет значения, устроитесь куда угодно. Когда я строил этот ретритный центр, я был самым главным и активным участником процесса. Очень часто люди спрашивали меня, вы хотите это сделать так или по-другому? А я говорил, пойдет и так. Я не был помешан на контроле. Даже когда ко мне пришли с вопросом, в какой цвет я хочу покрасить какое-то из зданий. Они показали мне первый образец, и я сразу же сказал, да, этот пойдет. Они переспросили, что значит пойдет? А я сказал, что это достаточно хороший цвет. Слепому будет за счастье увидеть его, как говорится. Так в чем же проблема? Ведь иногда люди так беспокоятся о том, в какой цвет покрасить стены. И это очень сложно в наши дни. Потому что существует множество таблиц цветов. И там их тысячи. Какой же из них всех выбрать? А в старые времена все было намного проще. Красный, коричневый, желтый, белый. Гораздо легче выбрать. А теперь у нас такой большой выбор. Так что же делать? Не нужно беспокоиться о выборе. Просто подбросьте монетку. Я так не могу, потому что у меня нет монетки. Я монах. Но можно сделать выбор с помощью считалки. Эники, беники, ели вареники. Я заметил, что какое решение вы бы не приняли, всегда с этим можно что-то сделать. Так зачем же вы беспокоитесь? Даже если вы примете плохое решение, это не конец света. Так что просто сделайте это и перестаньте беспокоиться. Именно само беспокойство создает нам проблемы. Оно гораздо хуже, чем так называемые ошибки. Откуда же беспокойство берется? Страх и необходимость контроля. Мысли «а что если?» и тому подобное. Отпустите это. Если вам не понравится цвет, вы всегда можете сами перекрасить стены. Или скажите друзьям, когда те придут в гости и спросят, почему вы выбрали этот цвет за навесок, тебе разве не нравится? Нет, они выглядят ужасно. Понятно. Тогда поменяй их и заплати за новое. Это одно из наших правил в монастыре. Можете использовать его и у себя дома. У нас в монастыре заведено так. Если у кого-то появляется идея, он должен сам ее осуществить. Если кто-то думает, что нужно почистить водосточные трубы, и он вам об этом сообщает, то по правилу он сам это и должен сделать. Многие из-за этого предпочитают не высказываться. Но говоря серьезно, мы просто не жалуемся. Мы относимся к жизни с легкостью и отпускаем ситуацию. Все со временем, конечно, выполняется, но мы не устраиваем из-за этого суматоху. Когда вы не пытаетесь все контролировать, жизнь идет намного лучше. Важно качество жизни и сам ее процесс. Имеет значение не то, где вы находитесь, а то, как вы туда попали. Например, у вас может быть большой дом и прекрасная семья, но вы помешаны на контроле. В таком случае это лишь оболочка. Потому что на самом деле внутри этого дома никто друг друга не любит. А почему? Потому что все стремятся к совершенству. Один из мужчин, с которым я общался в Мельбурне, когда-то давно был анагариком в монастыре в Перте. Он рассказывал, что когда он только к нам пришел, он очень старался быть идеальным. Он ужасно боялся нарушить какое-нибудь правило. И все его отчаянные попытки контролировать свое тело, контролировать свою речь и разум, вызывали в нем невероятное напряжение. Он постоянно был настолько напряжен, что не выдержал и ушел из монастыря. Это вовсе не то, каким должен быть монастырь. И жизнь не должна быть такой. Он этого не понял. Или, возможно, это было моей ошибкой. Может, я недостаточно подчеркивал важность доброты, отсутствие контроля и принятия. Однако его чувства можно понять. Некоторые из вас, может быть, чувствуют себя так же в отношениях. Вы пытаетесь быть чертовски идеальными, потому что боитесь. А поскольку вы так зациклены на совершенстве и самоконтроле, вы не можете расслабиться. И ваш партнер это ощущает. И ему не нравится быть с таким человеком, как вы. От вас исходит напряжение. Однако представьте себе человека, у которого вовсе нет страха. Он не пытается быть совершенным и просто является самим собой. Он расслаблен. И благодаря этому, благодаря тому, что он отпустил контроль и ничего не боится, людям он нравится. Разве вам не нравятся настоящие расслабленные люди? Не те, кто пытаются быть совершенными, а люди, которые просто являются самими собой. Это здорово, когда рядом с тобой находится кто-то, кто не идеален. Ведь тогда и ты сам не так боишься быть не идеальным. Я помню, как много лет назад один буддист сообщил нам, что собирается разводиться. Это произошло в первый год моего пребывания в монастыре. Я спросил его, что случилось. А он сказал, что его жена слишком идеальна. Меня постоянно мучает стыд, что я не могу ей соответствовать. Так что не пытайтесь быть слишком идеальными. Просто будьте собой. И тогда вы расслабитесь. Перестанете стремиться к контролю и не будете действовать из-за страха. Кстати, я всегда хотел узнать, откуда берется страх. Мы все знаем, что он лишь все ухудшает, но очень часто некоторые страхи исходят от главного контроллера. От вас. В буддизме мы пытаемся избавиться от своей индивидуальности и эго. Не думайте о себе или о человеке, с которым вы вместе. Это неправильно. Нужно всегда помнить о нас, о важных отношениях, не о том человеке и не о себе. Думайте о нас. Однако, когда у вас есть чувство «я», страх всегда будет присутствовать, потому что это чувство подкрепляется нашим имиджем, репутацией, тем, кем вы себя считаете, как хорошо у вас получается одно и насколько вы замечательны в другом. Комбинация всех ваших навыков и сильных сторон — вот кем вы себя считаете. А когда вы совершаете ошибку, что вы говорите? «Да, я просто был сам не свой сегодня». Или «Со мной такого никогда не случается». Но все хорошее вы без замедлений принимаете как часть своей личности. Есть одна суфийская история о Молле на Среддине. Этот персонаж возник в Персии еще прежде, чем она стала называться Ираном много-много лет назад. В те времена любые религиозные деятели пользовались большим уважением. В наши дни все немного иначе. Но тогда они считались основой общества. Так вот, великий Молла, которого все так уважали, решил взять своих учеников на ярмарку. Они так много медитировали, учились и тренировались, что он захотел дать им возможность отдохнуть. Поэтому он повел их на ярмарку, где было множество ларьков. И один из них был для стрельбы из лука. Если вам удавалось попасть в цель, в шар, вы получали приз. И вот, мол, Лана Среддин говорит, «Выглядит довольно просто. Дайте мне лук и три стрелы». И он заплатил несколько монет, чтобы сыграть. Все его ученики были очень удивлены, ведь он был праведным человеком. А что праведный человек может знать об оружии, таком как лук или стрелы? Тогда он объяснил, «Здесь же дело лишь в концентрации. Нужна внимательность, вот и все. Ничего сложного». И он вложил первую стрелу в лук. Все были в шоке. «Если бы мне вручили лук и стрелы, я бы не знал, что с ними делать». Помогла бы Аджану Браму сила Самадхи. Ученики именно об этом и думали, наблюдая за Моллой. И вот он натянул лук. Вложил лук, то есть вложил стрелу в лук. Видите, я даже не понимаю, в какой очередности этот процесс происходит. Вложив стрелу в лук, Молла выстрелил. А стрела пролетела только половину пути до цели. Она не то что не попала в шар, она до него даже не долетела. Все начали хихикать, потому что Молла выставил себя дураком. А люди любят, когда авторитетные лица выставляют себя дураками. Тогда Молла обернулся и сказал, «Это был выстрел человека в спешке». И вложил вторую стрелу в лук. На этот раз он не торопился. Он сильнее оттянул стрелу и выстрелил. Она, конечно, долетела до цели, но ушла влево, серьезно промахнувшись. Тогда люди начали в открытую хохотать. А Молла обернулся и сказал, «Это был выстрел самонадеянного человека». Наконец, он вложил в лук последнюю, третью стрелу. Не торопясь, он прицелился и выстрелил. И эта стрела попала точно в яблочко. А когда он забирал свой приз, успокоившиеся ученики спросили, «Если первый выстрел был человека в спешке, а второй самонадеянного, то каким был третий выстрел?» Молла ответил, «Третий выстрел был моим. Это был я». Эта история демонстрирует то, что мы всегда ставим себе в заслугу успехи, а для своих промахов ищем отмазки вроде «Это на меня вовсе не похоже». «Я плохо себя чувствую, я сегодня просто не в лучшей форме», или «Я сейчас не в настроении». Таким образом, мы выстраиваем чувство собственного достоинства, чувство «я». И именно поэтому мы так боимся испортить свою репутацию, сделать что-то, что не соответствует тому, кем мы себя считаем. Все дело в страхе насмешки. Боязни стыда, боязни оплошать – это один из самых больших страхов, которые не дают нам просто расслабиться и наслаждаться обществом других людей. Многие не хотят говорить на иностранном языке, потому что боятся сказать не то слово и опозориться. Что касается меня, то у меня нет страха, потому что я пробую говорить на любом языке, и не важно, если я ляпну что-то глупое. Потому что если люди смеются, значит, я сделал их счастливыми. А разве не это должен делать монах, делать других людей счастливыми? Так что если я говорю что-то глупое и заставляю вас смеяться, потому что я идиот, разве я не совершаю акт сострадания к другим существам? Мне кажется, так и есть. Меня так учили. Потому что мой учитель Аджан-Ча всегда смеялся, когда какой-то монах делал что-то глупое. Он находил это ужасно забавным, когда западные монахи делали глупости. Я помню, как к нам однажды приехала девушка из Англии. Ей было около 18 или 19 лет, когда она посетила наш монастырь. Вы наверняка знаете, что в Азии часто встречаются напольные унитазы, предполагающие сидение на корточках. Некоторым людям трудно сидеть на корточках при пользовании ими. Они могут упасть. А в этом приятного мало. Поэтому, чтобы людям не нужно было сидеть на корточках, мы соорудили раму, которая ставится вокруг напольного унитаза, и на которую можно сесть. Это было сделано в частности из сострадания ко всем посетителям монастыря из Англии и Австралии. Так как большинство людей привыкли к напольным унитазам, мы поставили эту раму в крайнюю кабинку. И именно в нее пошла та английская девушка. Однако в той кабинке не было унитаза. Там не было воды, одна лишь рама. Но она села на нее, сделала свои дела, и все оказалось на полу. Вот именно, вам смешно. Аджан Ча также всегда смеялся, и я тоже. Я тогда подумал, что это ужасно смешно. Спасибо за это происшествие. Вы подарили мне еще одну историю. Однако некоторые люди ужасно смущаются из-за таких ситуаций и просят, чтобы о них никому не рассказывали. Но будьте осторожны, потому что я расскажу вашу историю в своей пятничной лекции. Так что дважды подумайте, прежде чем мне что-то рассказывать. Так почему же люди боятся совершить ошибку? Эти замечательные и полезные мудрости меня научили в школе. Если вы делаете глупость или совершаете ошибку, и окружающие начинают смеяться, смейтесь и вы. Таким образом, мир никогда не будет смеяться над вами, а только вместе с вами. Это помогает преодолеть многие страхи. Например, если я совершу ошибку и скажу какую-нибудь глупость во время публичного выступления, а я вам уже рассказывал о многих глупостях, которые я совершал в прошлом, особенно на важных мероприятиях. Одним из таких важных событий была церемония бракосочетания, которую я однажды проводил. Выходила замуж одна милая тайская девушка. Она была очень молодой, ей было около 19-20 лет. И мне сказали, что она выходит замуж за австралийца. Когда они пришли сюда на свадьбу, я увидел, как эта молодая тайка пришла с пожилым австралийским мужчиной. Я сказал ему, «Вы должно быть тесть». «Нет, я жених», — ответил он. «Эта свадьба прошла не очень хорошо. Однако на похоронах еще веселее». Когда вы делаете ошибки на похоронах, это очень смешно. Как в тот раз, когда сюда приехала пара из Шри-Ланки и попросила меня провести похороны для их родителей. Я согласился, потому что я готов сделать для вас что угодно. И вот я стою перед всеми этими серьезными людьми и произношу. Мы собрались здесь сегодня по очень печальному поводу. И далее начинаю рассказывать об умершей маме одного из той пары. Она была такой замечательной женщиной. Но тут сзади поднимается пожилая женщина и выкрикивает, «Это не я! Это мой муж умер! Со мной еще все нормально!» Это были очень веселые похороны. Одни из моих любимых. Я там действительно оплошал. А почему это так весело? Потому что, совершив такую большую ошибку, особенно на похоронах, я могу всем об этом рассказать. Это же прекрасно! Мне вовсе не стыдно за случившееся. По-моему, было очень смешно. Все совершают ошибки. Почему вы этого так боитесь? Пусть все узнают о ваших промахах и посмеются. Жизнь намного счастливее, когда другие люди смеются. И тогда вы не будете совершать ошибки и рассказывать о них. Поэтому, когда вы делаете такие глупости и смеетесь над ними, это означает, что вы больше не боитесь сглупить в будущем. Ваша репутация не настолько важна, чтобы вы не могли быть простым человеком. Когда вы совершаете ошибку, делаете какую-то глупость, посмейтесь над этим. Тогда вы увидите, как можно быть в мире с самим собой. Когда вам не нужно быть совершенным, вы не боитесь делать ошибки. Одно из правил нашего монастыря, время от времени я его повторяю, здесь единственное место в мире, единственная община, где вам разрешено совершать ошибки. Разве не замечательно отправиться туда, где вам можно ошибаться, сколько захотите? Я знаю психологию. Когда людям позволено совершать ошибки, они очень редко оступаются. Но когда вы боитесь последствий своей ошибки, вы их совершаете кучу. Это психология. Я думаю, вы понимаете, почему так. Итак, боитесь ли вы сами ошибаться? Тогда в этом заключается ваш страх. Преодолейте его. Отпустите. Совершенно не важно, если вы делаете ошибки. Это нормально. А значит, вам разрешается направлять ноги на статую Будды. Разрешается засыпать во время моих лекций. Храпеть, пока я говорю. А когда я рассказываю анекдот, говорить… О нет, снова это шутка. Это подводит меня к сегодняшнему анекдоту. Я не уверен, помните ли вы его. Потому что сегодня я уже рассказывал его кому-то, и мне сказали, что давно эту историю не слышали. Она о человеке, который заблудился в пустыне и встретил эскимоса. Звучит как хорошая история, не так ли? Мужчина заблудился в пустыне, он там пробыл очень долгое время. Он больше не мог идти, а лишь полз на последнем издыхании, изнывая от жары. А когда люди долго находятся в жаркой пустыне, они начинают бредить. Так вот он полз и увидел эскимоса. Тот ехал на санях, с хаски, все как положено. На нем даже была большая меховая шапка. Заблудившийся мужчина начал думать, что это невозможно. Это просто не может быть реальностью. Эскимос в пустыне. Однако эскимос подошел к нему, и он был настоящим. К нему можно было дотронуться. Это не была галлюцинация. В пустыне действительно был эскимос. Тогда мужчина сказал, «Я так рад, что мы с вами встретились. Это такое счастье! Я заблудился в этой пустыне, и уже несколько дней не могу выбраться». А эскимос ответил, «Если вы заблудились, то что тогда говорить обо мне?» «Ничего страшного, если вы скажете, какая ужасная шутка. Я ухожу. Верните мне деньги». Я этого не боюсь. Вот почему я рассказываю анекдоты. Мне все равно, нравятся они вам или нет. Я все равно их буду рассказывать. Не знаю, как вы, но я получаю от этого удовольствие. Таким образом, у вас не будет страхов. Когда нет страха, нет и желания все держать под контролем. А без контроля вы, наконец, можете расслабиться, и ваша жизнь наполнится спокойствием и счастьем. Вы просто принимаете жизнь такой, какая она есть. Вы не строите кучу планов. Вы умеете подстраиваться под обстоятельства, когда вы не боитесь. Например, вы потеряли все свои вложения на фондовом рынке, или же остались без работы. Отлично! Теперь каждое утро по понедельникам вам больше не нужно рано вставать. Или если от вас ушла жена, замечательно! Теперь я могу пойти в монастырь и стать монахом. Смотрите на позитивную сторону жизни ради всего святого. Поэтому не нужно бояться. Это распространяется и на медитацию. Я хотел об этом поговорить еще раньше. Как можно медитировать со страхом? А что, если я усну? Что, если я упаду? А что, если у меня появятся глупые мысли? Когда вы этого всего боитесь, вы напрягаетесь. А если вы находитесь в напряжении, это прямо противоположно тому, чем должна быть медитация. Поэтому вместо того, чтобы переживать во время медитации, ничего не планируйте. Не пытайтесь ничего добиться или достичь какой-то цели. Просто будьте и расслабьтесь. Совершенно не боясь того, что может произойти. В медитации это необходимо. Если вы действительно хотите погрузиться в глубокую медитацию, вы столкнетесь с очень сильным страхом. страхом исчезновения. Это серьезный страх, который необходимо преодолеть. Ведь в буддизме существует понятие привязанности. И когда какая-либо из ваших привязанностей исчезает, или вот-вот исчезнет, это вас может очень напугать. Особенно, если речь идет о чем-то, к чему вы сильно привязаны. Например, ваше тело. Когда оно начинает исчезать, вы думаете, «А-а-а-а, куда делось мое тело?» Не бойтесь, это тело не ваше. Оно досталось вам от мамы и папы, и спустя какое-то время вам все равно придется его отпустить. Когда люди задают мне вопрос, «Как буддизм объясняет смерть?» Что с нами случается после смерти? Есть три места, куда вы можете попасть после смерти. «Кладбище», «Карракатта», «Фримантл» или «Крематорий Пиннару». Вы все отправитесь именно туда. Ваше тело вам все равно не принадлежит, поэтому не беспокойтесь о его исчезновении во время медитации. На самом деле, это огромное облегчение, когда у вас нигде не болит. Нет никакого дискомфорта, вам ни жарко и ни холодно. Вы абсолютно свободны в медитации. Так что, когда вы дойдете до этой стадии и почувствуете, что ваше тело вот-вот уйдет, отпустите его. Оно не имеет к вам никакого отношения, не принадлежит вам, поэтому не бойтесь. Страх появляется всегда, когда вы думаете, что вам что-то принадлежит. Однако это не так, и вы не можете его удержать. Когда вам нужно будет отпустить тело во время медитации или же попрощаться с ним перед смертью, «Отлично!» «Прощай тело! Я сыт тобой по горло!» «Ты старая и больная! Уже разваливаешься на части!» Да вам бы даже машина такая не нужна была, правильно? Как часто вы меняете машины? Кто-то, возможно, ездит на старых, но многие из вас каждые пару-тройку лет покупают новую машину и новую модель. Так же и с нашим телом. Старый кузов 60-80 лет от роду, который мы постоянно пытаемся подлатать. Некоторым таким людям не стоит больше передвигаться по дороге, правда? Так что не бойтесь отпустить это тело. Это же здорово! В следующий раз вам достанется модель получше. И, конечно, если у вас действительно хорошая страховка и на вашу машину упадет дерево, вам компенсируют даже больше. Кстати, мы недавно узнали, что наша машина застрахована на сумму намного дороже, чем она стоит. Поэтому теперь мы постоянно надеемся, пожалуйста, пусть на нее упадет дерево или ее кто-нибудь украдет. Итак, если вы заработали действительно хорошую карму, то вы застрахованы на сумму, превышающую вашу стоимость. Это означает, что когда это тело умрет, вы получите гораздо лучшее в следующий раз. Подобно ситуации с нашей машиной. Если она разобьется или с ней что-то случится, мы получим абсолютно новую машину. Это великолепно. Потому что мы застрахованы, как и вы. Так что, если вы платили все свои страховые взносы, делали пожертвования, соблюдали пять заповедей, были хорошим человеком и ходили в храм, то когда вы умрете, вы получите действительно прекрасную машину. Красивое тело. Хорошее, подтянутое, здоровое, умное и богатое. Именно так. Так что платите страховые взносы. Тело — это как машина. Мы можем его отпустить. Однако гораздо более глубокий уровень медитации наступает тогда, когда исчезают и ваши мысли. И приходит тишина. Очень часто мы привязаны к своему мышлению и чувствуем себя очень неловко, когда в нашей голове ничего не происходит. Когда наш второй рот замолкает. Вы знаете, где находится второй рот? Это ваш первый рот. А второй рот находится внутри вашей головы, между ушами. Бла-бла-бла-бла-бла. Он всегда думает, всегда жалуется. Это ваш второй рот. И иногда он, наконец, замолкает. Проблема заключается лишь в страхе перед неизвестностью. Но когда вы испытаете эту тишину, вы поймете, какое это приносит спокойствие. Больше никаких мыслей. А затем мы достигаем еще более глубокой стадии, на которой исчезает ваша воля. Боитесь ли вы отпустить свою волю? Тогда больше ничего не останется. Лишь стопроцентный покой. Когда это произойдет, пожалуйста, не бойтесь. Никто не завладеет вашим разумом. Вы просто будете свободны. Когда та штука внутри вас, которая вас постоянно контролирует, говорит вам, что делать, все время к чему-то побуждает, нарушая ваше спокойствие, когда разум, наконец, утихает, это настоящее блаженство. Именно тогда происходят прекрасные джханы. Поэтому никогда не бойтесь отпускать. Потому что в глубокой медитации вы обнаружите, что вам ничего не принадлежит. Поэтому это все можно отпустить. Пусть все исчезнет. И тогда у нас не будет страха. Основа медитации заключается в том, чтобы все отпустить. Избавьтесь от контроля, от страха. Просто будьте здесь. Зная, что если вы положите всю свою доброту и осознанность в этот момент, то вам не придется ничего бояться. В этот момент происходит хорошая карма. Это все, что вам нужно знать. Примиритесь. Будьте добры, будьте кротки, и весь процесс развернется перед вами. Никакого страха, никакого контроля. Совершенный покой. Это путь к просветлению. У просветленных существ нет страха. Отбросьте его. Он вам больше не нужен. Страх бесполезен. Так зачем же бояться? Что бы ни случилось, примите это. Если я хорошо проведу лекцию, отлично. На следующей неделе я снова буду выступать. Плохая лекция. Вы больше не захотите меня слушать. Ничего страшного. Я все равно милый. Так чего же вы боитесь в жизни? Стоит ли оно того? Стоит ли постоянно думать о что если и строить негативный сценарий? Вместо этого представьте что-то позитивное. И даже не думайте о будущем. Просто будьте в этом моменте, насколько это возможно. Не планируйте. Просто будьте добры и осознанны. Это лучший план на будущее. Вы обнаружите, что все будет идти гладко, как только вы перестанете об этом беспокоиться. Без вас жизнь идет гораздо лучше. Это правда. И вы это прекрасно знаете. Но не хотите признать. Под без вас я имею в виду без вашего контроля и вмешательства. Не вмешивайтесь в жизнь. Жизнь сама знает, что и делать. Присоединитесь к поездке. Но не вздумайте кричать на водителя. Так что это была сегодняшняя лекция о том, как отпустить страх. Итак, у кого есть вопросы? И не бойтесь спрашивать, будут ли сегодня вопросы? Да, задний ряд. На телеканале ABC есть программа «Вопросы и ответы». Да. Иногда они приглашают религиозных лидеров, чтобы те о чем-то рассказали. И я помню комментарий, что у них ни разу не выступал буддистский учитель. Ага, это мой шанс. Есть ли возможность сделать так, чтобы ваше имя было выдвинуто, и тогда вас бы могли туда пригласить? Значит, на ABC есть программа «Вопросы и ответы», и там часто выступают представители религии, но у них еще ни разу не было буддийского монаха. Это несправедливо. Я не стану это терпеть. Да. Собирайте подписи на петицию. Но нет, если вы хотите попасть на телеканал ABC, вы должны жить в Сиднее, потому что именно там находятся все студии. Так что здесь, на Диком Западе, мы для них не существуем, однако все равно нужно создать петицию. Скажите, что знаете подходящего кандидата для программы? Он с лысой головой и в коричневой мантии. То, что надо. Да, у вас есть вопрос. Я хотела бы спросить, как справляться с ожиданиями. Я заметила, что очень расстраиваюсь, когда случается что-то плохое, а также испытываю разочарование, когда не выходит что-то, чего я очень сильно хотела. Само понятие ожидания означает, что мы пытаемся заглянуть за пределы нынешнего момента. Мы слишком много думаем о будущем. Нужно лучше обратить внимание на настоящее. Другими словами, задумайтесь, как вы себя сейчас чувствуете и что происходит. А примут ли вас на работу или нет, это не имеет значения. Вы все еще живы. Есть много других работ, куда вы могли бы устроиться. Так что ничего страшного не произошло. Всегда будет другой автобус, который приедет на несколько минут позже. Возможно, он будет даже лучше того, в который вы не попали. Поэтому просто позвольте жизни идти своим чередом. Я сам тоже иногда был очень разочарован. Много раз у меня было разбитое сердце, потому что меня бросали девушки. Сейчас же я думаю, огромное спасибо вам, девушки, за то, что вы меня бросили. Ведь иначе я не смог бы стать монахом. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, что меня не взяли на ту работу. Вы не знаете, как сложится ваша жизнь. На данный момент какое-то событие вам кажется ужасной катастрофой. Но в итоге это может оказаться лучшим, что с вами могло произойти. Не стройте никаких ожиданий, так как вы не знаете, что произойдет. Я тоже не знаю, что будет дальше. Я просто позволяю этому случиться и принимаю это. Однако я точно знаю, что если не закончу лекцию в ближайшее время, президент на меня может разозлиться. Так что давайте заканчивать.